здравствуйте мои дорогие зрители вы на канале рукодельной истории меня зовут клинова ольга сегодня я хочу начать вышивать птичку калибри вот я уже нарисовала картинку из книги взяла перерисовала вот такую хочу сделать птичку у меня есть уже шаблончик я вырезала сейчас мы его переведем на фетр и начнем вышивать расшивать контур канителью канитель у меня серебристая 1 миллиметр толщиной и так берем фетр и переносим рисунок на фетр так вот аккуратненько фетр белый поэтому карандаш сильно не нажимаем чтобы контур был виден но не очень сильно и так прорисовываем до конца обводим вот так вот я перевела клюв не стала переводить потому что скорее всего я его буду потом делать отдельно и готовим ниточку я буду шить мононитью мононитью будем пришивать канитель по контуру так я уже вырезала мою птичку обрезала фетр фетр у меня тонкий 1 миллиметр жесткий сейчас мы будем пришивать канитель канитель я хочу начать пришивать вот от этого уголочка пойду я отсюда сюда 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 хвостик вот эти элементы будут отдельно пришиваться потом сюда и здесь закончу опять в этом или лучше пойти вот отсюда сюда вниз хвостик потом сюда 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 и на крыло уйти да скорее всего вот так будет лучше чтобы как можно меньше было у нас вот здесь вот в этом уголочке пришита концов затем у нас получится отсюда второе крыло пойдет да скорее всего так и так значит мы начинаем вот с этого угла шить вниз таким образом и так я беру канитель немножечко ее растяну здесь вот есть зазубринка небольшая я ее хочу убрать так теперь берем и растягиваем не сильно небольшое количество чтоб можно было начать вышивать канитель растянула так теперь что у нас ниточка моя любимая моно нить которая любит путаться и так сначала я выхожу закрепляю ниточку делаю я так с обратной стороны захожу между ниточками так ниточку закрепила и и первый стежок нужно как можно ближе к краю сделать и несколько стежочков подтягиваем хорошо ниточку и еще несколько стежков чтобы краешек у нас был как можно лучше пришит чтобы не зацеплялся хотя здесь потом будет зашивка и скорее всего этот краешек нам мешать не будет дальше мы по контуру шьем делая небольшие стежочки миллиметра два три шаг так вот пришиваем канитель я сейчас дошью весь контур и вернусь к вам вот я дошла до поворота и здесь немножечко канитель поворачивают так чтобы она приняла форму которую мне нужно вот так подогнула и сейчас можно обрезать вот эту вот часть где она мне нужно так вот здесь ножничками обрезаю вот и шьем дальше пришиваем канительку так у меня вот не очень удачно обрезалась подправлю вот так теперь хорошо и пришиваем дальше придерживаем пальчиком аккуратненько и прошиваем кончик канители закрепляем двумя-тремя стежками так же как и начало ниточка проходит сквозь спиральки ее не видно вот на закругление несколько стежочков сделать почаще чтобы закругление смотрелось так как нам надо вот этот вот поворот и заканчиваем значит мы дошили вот эту часть сейчас нам нужно вот отсюда начать вот это вот крылышко я сначала беру канитель и ее немножечко подгибаю краешек так чтобы мне было удобнее пришивать так подставляю поправляю и и первый стежочек делаю так чтобы он совпал с моим рисунком так вот и дальше подправила немножечко и пришиваю опять делаю несколько стежочков в самом начале и в конце этого перышко вот так вот делаю параллельно вот этой вот линии вот я уже обшила птичком канителью полностью закончила и выложила материал подобранный какой я хочу пришить здесь я взяла я взяла два бусины поджемчуг в виде риса чтобы показать как у нас идут крылышки вот вернее перышки затем выложила стразы какие хочу пришить вот здесь на хвостик положила вот такой вот хочу пришить в виде капельки стразик он такого цвета необычайно красивого переливается в зелено-синий вот размер такой капельки 8 на 13 миллиметров что еще у нас здесь вот такие вот стразы удлиненной формы на животик вот такой розоватый розоватого цвета положила на спинку в оттенках сине-зеленых стразики в цапах размер вот этих вот удлиненных 15 миллиметров на 4 миллиметра также вот здесь на крылышках такие же я уже взяла показать крылышко что еще использовать буду на глазик вот такой вот стразик 4 миллиметра черного цвета и вот здесь еще кубические такие бусинки стеклянные тоже 4 миллиметра все кристаллики я уже проверила цапы поджала где нужно было чтобы они прилегали к стеклу хорошо и чтобы в дальнейшем не цеплялись за одежду вот и сейчас я намечу себе карандашиком вот эти вот стразики где я хочу пришить точечки поставлю чтобы хорошо мне попасть в размер и буду пришивать пришивать буду как можно чаще чтобы они хорошо держались пришлю все вот это вот то что выложила и вам покажу что у меня получилось вот так у меня получается почти все бусинки и рисинки я пришила решила я вышивать пришивать эти бусинки фарлайном белого цвета шью в две нити и что я вам хочу сказать действительно фарлайном шить очень очень хорошо не путается он совершенно намного быстрее идет процесс расшивки с мононитью приходится отвлекаться на распутывание вот а с фарлайном очень хорошо то есть вот наверное буду переходить я на фарлайн и еще что хочу вам сказать что попробовала я его обрезать ножницами ниточку обрезать ножницами конечно же у меня ничего не получилось потому что эта ниточка очень очень плохо режется можно сказать совсем не режется и я вам сейчас покажу я раньше ее зажигалкой обрезала одновременно получался узелок но зажигалка тоже не всегда нам подходит вот я сейчас вам хочу показать как случайно у меня получилось обрезать эту нить вот я заканчиваю значит делаю последний стежок на хвостике прохожу на обратную сторону фарлайном закрепляю с этой стороны ниточку делаю узелочек а дальше чтобы мне обрезать нитку я беру плоскогубцы как они называются ну в общем вы поняли из головы вылетела и просто-напросто обрезаю посмотрите прекрасно обрезает не надо никакой горелки вот что у меня получилось ну вот следующий этап значит я расшила уже крылья специально пришила стразовую цепочку и вышила уже перья вот такими вот дорожками очень даже хорошо этот бисер лег в направлении перышек значит здесь вот я светлые перышки бусинки бисеринки подставила здесь потемнее вот так получилось пришила уже вот эти вот стразики бисер закрыла бисером голубым здесь бисером вышила ну и продолжаю оформлять вот здесь вот глазик и сейчас буду переходить на шею и буду вышивать шапочку красным цветом здесь желтый с переходом на сиреневый вот как-то так следующий этап работы над птичкой у меня такой я вышила шапочку бисером красного цвета здесь выложила значит шейку желтым светлым и темненьким вот убрала здесь квадратные бусинки не понравилось мне как они ложатся и здесь вот была такая же вот стразинка я ее тоже убрала потому что она как-то выпукло здесь очень смотрелось прошила дорожками бисерными специально специально делала так чтобы цвет переходил из одного в другой и здесь поставила бусинки 2 на 3 миллиметра подходящего цвета вот сейчас я буду делать клюв клюв я буду делать из мулине я уже подготовила вот здесь вот место то есть отрезала фетр остальное часть фетра я буду вырезать позже как я буду делать клюв я возьму нитки мулине черного цвета и клей и буду значит прошью вот сюда мулине оставлю значит ну толстый в несколько слоев пройду нитками оставлю сантиметра 3 и затем буду формировать клюв при помощи клея сейчас я все подготовлю и мы с вами попробуем сделать клюв вместе вот что у меня получилось вот такой клюв девочки я не покажу вам как я делала клюв хотя я снимала видео видео у меня опять снялось не в том формате то есть я могла бы конечно его поставить но смотреть вам будет неудобно поэтому я просто расскажу тем кому хочется посмотреть как делать этот клюв у меня есть видео кстати тоже в том же формате не очень удобно но я решила что второй раз показывать я так не буду я вам просто сейчас расскажу на словах то есть я взяла нитку мулиные продела в иголку прямо вот шесть ниток и прошла иголкой значит через фетр распределила эти ниточки немножечко так пошире и обрезала их вот здесь вот дальше я при помощи клея формировала клюв то есть я на мулине наносила клей достаточно густо и пальчиками вот так вот все это формировала делала клюв где нужно было я вот так немножечко приплюснула и подрезала с этой стороны вот сверху выводя на уголочек на острие вот два раза подрезала ну и вот такой вот клюв у меня получился вот то есть гармонично он тут получился по размеру соответствуют птички вот так прошу прощения ну вот бывает такое что камера не всегда правильно располагается почему-то поворачивает в другую сторону и выходит не очень удобное видео ну и вот дальше что у меня происходит то есть птичка у меня практически готова вышита я ее уже по контуру обрезала и сейчас буду готовить обратную сторону буду проклеивать картоном эту часть устанавливать булавочку и замшу искусственную поставлю серенького цвета вот ну и обошью не знаю еще чем буду обшивать или канителью или бисером посмотрю и к вам выйду уже с окончательным результатом что у меня получится у меня большая радость я закончила калибри вот такая получилась у меня красоточка на обратную сторону я поставила искусственную замшу серого цвета обшила бисером тоха пятнадцатого размера прозрачным мне кажется он не увеличил мою птичку вот такая вот птичечка замечательная размер у нее с размахом крыльев и с клювиком девять с половиной сантиметров и от хвостика до макушки головки семь сантиметров довольно таки большая птичка получилась но я довольна она получилась очень аккуратная у меня обратная сторона тоже довольно таки аккуратная получилась застежка хорошо стоит думаю она не будет заваливаться но ей хвостик не даст заваливаться вот так вот напишите мне пожалуйста что вы думаете насчет этой птички калибри понравилась она вам или нет я буду ждать ваших отзывов всем спасибо кто досмотрел это видео до конца благодарю всех зашедших на мой канал подписывайтесь пожалуйста кто еще не подписался мне будет очень приятно для того чтобы не пропустить мои видео поставьте нажмите на колокольчик и вам будут приходить уведомления а на этом я с вами прощаюсь до свидания мои дорогие будьте все здоровы до встречи в следующем видео пока-пока я не знаю я не знаю что я не знаю что я не знаю что я не знаю не знаю я не знаю что что я не знаю я не знаю что не знаю не знаю что